История Акивы Акива и Рахель В молодости раби Акива был бедным безграмотным пастухом. У его хозяина была прелестная дочь по имени Рахель. Акива полюбил Рахель, и она отвечала ему взаимностью. Когда Акива попросил Рахель выйти за него замуж, она ответила «Я согласна, но прежде ты должен обещать мне, что пойдешь учиться и станешь знатоком Торы», — Акива обещал. Когда отец Рахели узнал, что его дочь хочет выйти замуж за безграмотного пастуха, он страшно разгневался «Если ты станешь женой этого невежды, ты больше мне не дочь, и я не желаю, чтобы он оставался в моем доме». Несмотря на отцовский гнев, Рахель вышла замуж за Акиву. Они поселились в маленькой бедной хижине. Куча соломы на полу служила им постелью. Стараясь выполнить обещание, данное Рахеле, Акива просиживал ночи напролет, согнувшись над грифельной доской при свете дымящейся лучины. Он начал учиться с алфавита. Трудно было Акиве сосредоточиться на буквах. Во-первых, он был уже не очень молод, а во-вторых, он целый день пас овец и нередко засыпал от усталости. К тому времени, когда родился их первый сын, Акива забросил учебу. Мальчик подрастал и, часто подражая отцу, играл в пастуха. Глядя на мальчика, Рахель с горечью думала, «Неужели и сын мой вырастет невеждой, как его отец?» Однажды, проходя мимо ручья, струящегося по скале, Акива обратил внимание на глубокую борозду в скале, прорезанную струями воды. И он подумал, «Если струи воды способны проточить камень, то не может быть, чтобы ежедневное учение не оставило следа в моей голове». В тот же день он возобновил свои занятия. На сей раз он приступил к занятиям вместе с сыном. Глядя на них, Рахель была несказанно счастлива. Чем больше Акива учился, тем труднее было ему понять, почему он этого не делал раньше. За несколько недель учения он далеко опередил своего сына. Вскоре Рахель поняла, что ее муж наделен большими способностями, и ему нужны учителя, чтобы лучше постичь всю мудрость Торы. И она стала убеждать мужа отправиться в Явне, где находятся самые выдающиеся знатоки Торы. «Кто же будет кормить тебя и детей?» не соглашался Акива. На этот вопрос Рахель не нашла ответа. Однажды она стояла на берегу тихого пруда и глядела в свое отражение. Шаль соскользнула с ее головы, и волосы рассыпались по плечам. У нее были прелестные волосы, длинные, густые, отливающие золотистым блеском. Акива называл волосы Рахели короной ее красоты. И тут ей в голову пришла мысль. В окрестности часто появлялся торговец, предлагавший купить женские волосы. И она решила продать свои волосы, чтобы на вырученные деньги жить, пока Акива будет учиться. Она наполнила кувшин водой и отправилась домой. Сняла со стены большие ножницы, которыми Акива стриг овец, и отрезала ими свои волосы. Накинув на голову шаль, она поспешила на поиски бродячего торговца. Дети уже спали, когда Акива вернулся домой. В темноте он не заметил, что Рахель состригла волосы. Рахель высыпала на стол кучу сверкающих монет. «Акива», — сказала она, — «теперь ты можешь отправиться в Явне». Акива уставился на жену в полном недоумении. «Неужели ты решилась попросить о помощи у отца?» — с горечью спросил он. «Конечно же нет», — поспешила Рахель успокоить мужа. «Мне бы моя гордость никогда не позволила сделать такое. Просто приходил бродячий торговец, предложил купить волосы, и я продала свои. Не смотри на меня так, Акива, волосы отрастут, за то, насколько ничтожна корона красоты перед величием короны Торы. Что ты будешь делать, когда деньги кончатся? Ведь невозможно изучить Тору ни за месяц, ни за год. Я молода и здорова, и я могу работать. Ты обещал стать знатоком Торы, так иди же и не возвращайся, пока не выполнишь своего обещания. Через несколько дней Акива отправился в Явне.